МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Прокуратура района имени Казбикби отменила решение следователя о прекращении производства по делу как необоснованное. Обращение мамы избитого 11-летнего Альмира Мухидзинова было рассмотрено надзорным органом. Караганда без хлеба не останется. Подходит к концу уборка урожая зерновых. С ходом работы ознакомился Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. В среднем ежедневно с начала года в Карагандинской области происходит пять пожаров. В департаменте по чрезвычайным ситуациям провели брифинг в преддверии отопительного сезона. Прокуратура района имени Казбикби отменила решение следователя о прекращении производства по делу как необоснованное. Обращение мамы избитого 11-летнего Альмира Мухидзинова было рассмотрено прокуратурой района с изучением материалов уголовного дела. Ввиду допущенных нарушений в адрес УВД Караганды прокуратурой будет внесен акт надзора. Дальнейшее расследование дела находится на контроле надзорного органа. Все подробности происшествия в материале Мирамболи Салкинбаевой. Оттуда пришли, а мы сюда сразу скомковались. Потом у нас там толпа была в основном девочки. И их толпа была. Они ближе и ближе подходили. Потом повалили и начали бить. Это то самое место, где 15 августа подростки избивали 11-летнего Альмира Мухидзинова. Поводом к избиению послужила банальная словесная перепалка. Сегодня Альмир с трудом вспоминает подробности произошедшего. Сказывается травма головы. Но то, что его избивали зверски, мальчик запомнил навсегда. Начали разговаривать. Сначала мы были вот на таком расстоянии. Потом они начали все ближе. Вот сюда дошли, потом повалили и начали бить. Меня пинали по голове. Это семеро человек. По голове, по животу и по спине. Мама Альмира Гульнура Мухидзинова сразу написала заявление в полицию. Стражи порядка завели уголовное дело по статье хулиганства. Однако вскоре, по словам женщины, дело закрыли. Поскольку участники потасовки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Получается, 18 августа открывают дело, а 21-го уже закрывают. Я говорю, на каком основании? Она мне конкретных, ну, определенно ничего мне не сказала. Просто закрыли и закрыли. И все, то, что они несовершеннолетние. Но их, по крайней мере, должны были поставить на учет. Или что, какие-то меры принять. Тут получается безнаказанность вот этих вот подростков и безнаказанность наших органов. И к чему это приведет. И теперь, как мне за ребенка бояться? Мне его, что теперь, за ручку везде водить? Ситуацию прокомментировали в областном департаменте внутренних дел. В полиции заявили, что установлены обе стороны конфликта. Несовершеннолетние взяты на контроль ювенальной полицией. По заявлению родителей, данный факт был зарегистрирован 16 августа по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса хулиганства. Сотрудникам полиции установлены обе стороны, потерпевшие и подозреваемые. Все они были опрошены в присутствии законных представителей. В ходе досудебного расследования по уголовному делу было установлено, что подозреваемые являются несовершеннолетними, то есть не достигли возраста, в котором наступает уголовная ответственность. Уголовное дело было прекращено по части 1 пункту 2 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса за отсутствием состава преступления. В результате избиения медики диагностировали у Альмира закрытую черепно-мозговую травму. Теперь у него часто кружится голова. В школе он получил освобождение от уроков физкультуры. По словам Гульнуры, подростки до сих пор пытаются встретиться с ее сыном. Она намерена добиться законного наказания для всех участников избиения. Но буду добиваться, чтобы закон по справедливости все было, чтобы наказали их. Карагандинская семья Жумагалиевых просит помощи у всех вышестоящих инстанций. Вот уже полгода они не могут доказать непричастность сына к уголовному делу. Причиной раздора стала квартира, которую два года назад Исламбек Жумагалиев продал. Новый владелец спустя долгое время заявил о незаконных действиях семьи Жумагалиевых. Однако в суд поступила жалоба не от самого хозяина дома. Наши корреспонденты пытались разобраться в нелегкой ситуации. Со слов Исламбека Жумагалиева, перепалка между его сыном Назымбеком и Дархан Акижановым произошла уже давно. Он уверяет, что преступная группа, которую якобы создала семья Акижановых, вымогала у них деньги. Тогда же злоумышленники обманным путем отобрали машину. При этом угрожали, что заберут все имущество, в том числе и дом, который стал причиной конфликта. Все это со слов Исламбека Жумагалиева. Семья решила продать квартиру. Однако спустя два года новый владелец обратился в суд. Под подозрение попал сын Исламбека Жумагалиева. Вот уже полгода Назымбек сидит в следственном изоляторе. Очень много ошибок в следствии. Как заявление могут вообще принять от третьего лица? Сам хозяин квартиры в суд не обращался. Обратился Дархан Акижанов, у которого якобы мой сын занимал крупную сумму денег. Однако никаких подтверждающих документов нет. Адвокат семьи Жумагалиевых заявляет, что дело должно рассматриваться не в уголовном, а в гражданском порядке. Между тем судья попросила дать время на доследование. Однако на прении сторон ответчики увидели совсем другого судью. Поменялся и гособвинитель. У него есть документы. Никакой незаконной сделки не было. Это доказано. У моего подзащитного все документы в порядке. Есть договор купли-продажи. Назымбека Жумагалиева обвиняют в том, что он присвоил чужое имущество в размере 25 миллионов тенге. Возмущенные люди написали жалобы на имя президента в Генеральную прокуратуру и в антикоррупционный комитет. Те же пообещали взять дело на особый контроль. А пока полицейские возбудили уголовное дело против самого Акижанова. Он подозревается в угоне автомобиля подсудимого. Стоит отметить, что в данном деле слишком много белых пятен. Каждая сторона обвиняет противников в вреде преступлений. Замешанным оказался и следователь, в отношении которого заведено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Так кто же настоящий преступник? Очень надеемся, что суд во всем разберется. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов ознакомился с ходом уборки урожая в Бухаржирауском и Осакаровском районах. Несмотря на засушливое лето, карагандинским аграриям удалось добиться урожайности зерновых на уровне 9 центнеров с гектара. 780 тысяч гектаров зерновых в Карагандинской области предстоит убрать этой осенью. Массовая уборочная кампания началась 5 сентября. За 15 дней страды убрано порядка 80% зерновых. Такие данные были озвучены в ходе рабочей поездки Акима области Ирлана Кушанова на поля Бухаржирауского и Осакаровского районов. Всего планируется собрать 710 тысяч тонн зерновых. Фермеры отмечают, что нынешние хорошие показатели обусловлены государственной поддержкой. В первую очередь это субсидии, благодаря которым многие фермеры смогли приобрести или взять в лизинг новую сельскохозяйственную технику. Здесь мы поддержали семеноводство. Если в прошлом году всего 3000 элитных семян было, то в этом году товаропроизводители приобрели 6700 тонн элитных семян. Это 7,8% пассивных площадей выселили элитными семенами. Это очень хороший показатель в целом по республике. Значит, минудобрения тоже мы почти два раза подняли. Практически в прошлый год 3000 тонн, в этом году 6700 тонн. Несмотря на малодождливое лето, урожайность зерновых на полях Карагандинской области составила в среднем 9 центнеров с гектара. Нынешний год в научно-исследовательском институте растеневодства и селекции сравнивают с 2010-м. Семь лет назад также дождей было мало, однако урожайность была на порядок ниже сегодняшней. Ученые связывают это с работой аграриев. Вопросы развития семеноводства обсуждали со специалистами института растеневодства. Несмотря даже на экстремальные условия, именно сложившиеся в этом году, я думаю, наши сорта, именно организм, среднеститута, способны давать стабильный урожай порядка 9-10 центнеров. Уборку зерновых планируют завершить до 1 октября. Для этого в полях работает свыше 2000 комбайнов. Хлеб убирают не только днем, но и ночью. Не меньшее внимание уделено развитию животноводства. Аким Бухаржараусского района Шигурашид Мамалинов подробно рассказал главе области о достижениях этой отрасли сельского хозяйства. По производству животноводской продукции у нас тоже нормально, по мясу всех видов, по молоку тоже. У нас вот снижение по яйцу. У нас в основном птицефабрика Харагандокос. У нас в прошлом году произошла замена. У них полностью старое поголовье, сейчас молодое поголовье завезли. И до конца года он показали, что выйдут на проектную мощность. С ходом уборки картофеля Аким региона Ерлан Кушанов ознакомился в крестьянском хозяйстве Найдоровское. Всего в нынешнем году в области предстоит убрать 13 тысяч гектаров картофеля, а также около 3 тысяч гектаров овощей. В целом можно сказать, что уборочная кампания в Карагандинской области проходит успешно. Немалую роль в этом сыграли и сниженные цены на ГСМ для крестьянских хозяйств. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В среднем ежедневно с начала года в Карагандинской области происходит 5 пожаров. Уже сегодня отмечается рост количества пожаров, связанных с эксплуатацией электронагревательных приборов. В департаменте по чрезвычайным ситуациям провели брифинг в преддверии отопительного сезона. Дровяные печи и электрообогревательные приборы, оставленные без присмотра, являются основным источником пожара в зимний период. Отопительный период еще не начался, но в департаменте по чрезвычайным ситуациям уже призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Хотелось бы, чтобы жители города Караганды в этот отопительный период приняли все меры, чтобы как-то минимализировать количество нарушений по отопительным приборам, по печному отоплению. Тем самым уменьшить вероятность возникновения пожаров и отравления угарным газом. Большая часть у нас также пожаров происходит по нарушению эксплуатации электроприборов. То есть сейчас с началом отопительного прибора будет увеличена нагрузка на электросети в связи с тем, что будут люди подключать электрооборудование. Нагрузка на электросети увеличивается и, соответственно, происходит возгорание изоляции электропроводов, что в последующем приводит к пожарам и к гибели и травмированию людей. Чтобы не допустить трагедии, специалисты настоятельно рекомендуют населению соблюдать требования правил пожарной безопасности. В частности, до начала отопительного сезона проверить и при необходимости отремонтировать систему отопления, прочистить дымоход, проверить состояние электрических сетей. И не оставлять печь без присмотра и не поручать детям следить за работающими печами. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Караганде наградили полицейских, отличившихся во время проведения международной выставки «Экспо» в Астане. Из Карагандинской области в столицу были отправлены 50 сотрудников органов внутренних дел. Наградить ценным патаром научно-чувствия символика МВД старший жадок полиции Аблахасова, бюджетов Халиловича, полицейская полка за руководительной полиции в Университете Караганды. За четыре месяца командировки сотрудники Карагандинской полиции по горячим следам раскрыли ряд преступлений. Пресекали противоправные действия, а также оказывали помощь гостям в выставке «Экспо». Один из награжденных – полицейский дорожно-патрульной полиции старший сержант полиции Алибек Исатаев. Он помог раскрыть тяжкое преступление. По городу Астане было раскрыто убийство по неосторожности, то есть ножовое совместно с астанинским сотрудником. Приехали на вызов. На месте обнаружен был труп мужчины лет 35-40 лет, признаками насильственной смерти. В ходе ОРМ нами был задержан гражданин республики Казахстан, который скрывался в кустах, вблизи дома, в частном секторе. С совместным напарником будет задержать этого мужчину. Безопасность граждан во время международной выставки «Экспо» обеспечивали 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые выстроили современную систему безопасности, действовали слаженно и четко. Это отметил начальник Департамента внутренних дел Карагандинской области генерал-майор полиции Мергенбай Жапаров. В общем, в районе, если служба из 50 наших коллег, все поставили задачи на веренном участке, они выполнены достойно. Не допустив совершения преступлений, нарушения конституционных прав граждан, со стороны руководства НВД, замечания по их деятельности не поступили, дана хорошая оценка. Более того, во время службы некоторые из наших коллег особо отличились своим добросовестным и честным отношением к службе, за что они отдельно были отличены руководством комитета административной полиции НВД. Глава полицейского ведомства привел примеры поступки отдельных стражей порядка. Так, полицейский Садуахасов проявил решительность и смелость при спасении тонущих людей. А его коллега Шакербаев обнаружил портмоне с документами и деньгами, после чего принял оперативные меры по установлению владельца и возвращение ему имущества. Всего 23 сотрудника карагандинской полиции поощрены различными наградами. Стоит отметить, что полицейские нашего региона заступили на службу по охране общественного порядка в Астане за месяц до начала глобального мероприятия, 10 мая. Из Карагандинской области в столицу были отправлены 50 сотрудников органов внутренних дел. Домой они вернулись 12 сентября. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В спортивном комплексе «Жастар» состоялся спортивный конкурс «Одна страна, одна семья». Мероприятие организовано региональным советом матерей Ассамблей народа Казахстана и ТО «Куландахкелесым» аппарата Акима Карагандинской области. В конкурсе приняли участие 5 команд от каждого культурного центра. Литовский культурный центр, украинский, польский, немецкий представили свои команды. Софья Сатреддинова является председателем татаро-башкирского культурного центра Караганды. Несмотря на свои 70 лет, она с удовольствием приняла участие в этом мероприятии. Спортивное состязание состояло из трех этапов. В первом каждая команда представила свои девизы. Второй этап был назван лучший шеф-повар. Участники пытались наполнить стаканы водой, используя ложки. В третьем раунде команды соревновались в эстафете. Организаторы подчеркивают, что состязание – это лишь повод, чтобы еще крепче сплотить семьи. Не случайно конкурс называется «Одна страна – одна семья». Соответственно, у нас здесь представители молодежи, представители Совета матерей, представители Совета общественного согласия. Представители, получается, Координационного совета молодежи Ассамблеи народа Казахстана, которые пришли поддержать наших же этнокультурных объединений, наших же ребят, поддержать, что мы все сила, мы все едины, мы живем все в нашей любимой родине – Казахстан. Главной целью спортивного праздника стало воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма и развития семейных ценностей. По итогам конкурса команда-победительница стала обладателем денежного приза в размере 80 тысяч тенге. Обладателям второго места вручили 50 тысяч, третьего – 35 тысяч тенге. Команды, занявшие четвертое и пятое места, награждены поочерительными призами. Андрей Тен, Толеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Одиннадцатые абаевские чтения провели в Карагандинской юношеской библиотеке имени Бектурова. Школьники читали отрывки из произведений Абая Кунанбаева. Главной целью мероприятия – привить интерес к казахскому языку через пропаганду творчества Абая, расширить сферу функционирования государственного языка, воспитать у молодежи чувство патриотизма. Конкурсы – это одна из ярких форм пропаганды творчества Абая, воспитания языковой культуры, расширения сферы применения государственного языка. Именно поэтому вот уже 11 лет в юношеской библиотеке имени Бектурова проводят конкурс на лучшее чтение произведений Абая Кунанбаева. В нынешнем году организаторы решили сменить бетонные стены на осенний пейзаж. На площади перед библиотекой мастерство выразительного чтения демонстрировали 30 учащихся – 10 школ Караганды. Помимо конкурсной части организаторы запланировали мастер-класс. Местные поэты расскажут и покажут, как нужно писать стихи. Хочется также сказать, что наши активисты сегодня принимают участие. Они также прочтут Арнау, покажут нашим молодым. Сегодня у нас школьники участвуют в этом году, как правильно стихи пишутся. То есть немножечко вот такое нравственно помогают нашим ребятам, наставляют. Мастерство конкурсантов оценивала авторитетная жюри, которая отметила стремление участников не просто вызубрить известные произведения, а проникнуть в их глубину, чтобы донести до зрителей во всей полноте. Среди участников – 11-классник Куаныш Нуртулю. В этом конкурсе он принимает участие уже в третий раз. В этом конкурсе я участвую каждый год. И я считаю, что такие мероприятия нужны молодому поколению. Каждый человек должен знать великого Абая. Сегодня я прочитал собственное стихотворение, посвященное Абаю Кунанбаеву. Конкурс проходил в двух номинациях. В индивидуальном конкурсе жюри оценивало красоту и выразительность чтения каждого участника. В групповом жюри оценивало по альбому, подготовленные каждой школой. Победители конкурса награждены дипломами и грамотами. В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику Абая Кунанбаева. Бульнур Жакен, Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин